Блокировать удары соперника по центру – главная задача Влады Костиной. На такой позиции волейболист должен обладать высоким ростом и хорошей прыгучестью. Эти качества у девушки есть, а ещё есть огромное желание побеждать. В Гродненском коммунальнике Влада всего два месяца раньше играла в питерском клубе. Потенциал спортсменки заметили, и теперь она – часть обновлённой команды в качестве легионера. Тренировский штаб просто превосходный, очень серьёзно подходит к каждой тренировке. У нас есть свои цели, есть свои планы, мы к ним двигаемся, мы их стараемся достичь в максимальной сроке, которая нам предоставляется. В начале августа мы приступили к тренировкам в зале, соскучились по мячикам, соскучились по игре, тем более по эмоциям. Привели очень плодотворный, очень красивый, очень даже вот красивый сбор в Островце, выполнили все цели. В штатном режиме команда работает уже месяц. После отпуска спортсменкам нужно было прийти в форму и подготовиться к новому сезону. Теперь стук мяча и скрип кроссовок снова раздаётся на весь зал. Тренировки проходят дважды в день. Нам надо уже нарисовать свою картинку игры. Я как капитан команды просто обязана девочек всех поддерживать. Понятно, что мы сейчас ещё притираемся, узнаём друг друга, узнаём сильные стороны, которые нам помогут потом в игре. Пересмотрели и тренерский состав. Все процессы в клубе теперь контролирует Станислав Лисовский. Именно ему предстоит привести спортсменок к победам. Мы, наверное, все очень жадно к медалям. Было такое одно из высказываний. Но цели у нас самые высокие. Я думаю, что и с новым тренерским штабом конторы у нас сформировался. Мы стремимся только к тому, чтобы быть быстрее, выше и сильнее. Теперь у команды есть всё для того, чтобы дать отпор соперникам и прийти к достойному результату. До конца августа волейболистки будут отрабатывать технические элементы и выстраивать стратегию. А дальше предстоит показать красивую игру и лидерские качества. Мы будем, я очень надеюсь на это, бороться за самые высокие места в чемпионате. Потому что и дата 30 лет клубу в этом году. И, соответственно, последние результаты клуба, последние годы. Они говорили о том, что мы как-то, наверное, всё-таки двигались не совсем в том направлении. Поэтому планируем вот этих ошибок избежать. И за счёт нововведений, за счёт введения свежей крови молодых девочек, которые к нам приехали. И за счёт девчонок, которые вернулись в Гродненске к нам в клуб. Это тоже была одна из основополагающих задач. В конце сентября в Гродно состоится уже 10-й юбилейный турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Корчевского. Он станет для коммунальника важным этапом подготовки к чемпионату, а затем и Кубку страны по волейболу. Елена Бережна, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.